Отчасти вкладывался не я, нам очень сильно помогли ребята из МТС, они все организовали, все сделали. Идея, соответственно, отчасти их была. Они предложили идею с прозрачным кубом, я чуть-чуть забраковал, сказал, что хочется этот куб сделать непрозрачный, чтобы не было конкретных образов, чтобы... Короче, чтобы люди могли каждый примерить на себя эти эмоции и прочувствовать это сами. Вот, что-то могло пойти не по плану, что-то по плану, но неважно, все получилось ультра-супер-классно. Это моя первая в жизни презентация, это мой очень серьезный альбом, который, как мне кажется, выстрелил в первую очередь все-таки не тем, например, как Гетто Гарден, тем, что это классное время получилось, ну то есть стечение обстоятельств, компиляция разных треков по настроению, каждый мог найти себе что угодно. Дебютный мой альбом, люди не слышали мое имя, и классно, когда новый чувак появляется, и все говорят такие, а шаришь вот за мое-то, новый чел, и все такие, что за мое-то, и это как такая фишка была козырная, типа, ты что за мое-то не шаришь, ты вообще откуда, вот. То есть сейчас я уже этот рубеж пересек, у меня с того момента вышло альбомов пять, наверное, я не знаю, всяких разных там, заправка кит, только три части, там, скаму в запот, еще что-то, ну короче, очень много всяких релизов разных. Это тот релиз, который, я считаю, взял именно упорством, продуманностью и стратегией, вот. Так что работа очень качественная, презентация очень качественная, все очень качественно. А когда некачественно ли? Первый трек я начал писать два года назад, конечно же, я два года назад еще не думал, что я пишу концептуальный релиз, я просто знал, что я хочу написать грустный реличный альбом. Писал, там, пару треков написал два года назад, потом спустя, там, год еще какие-то треки. Потом за полгода до выхода вот релиза я такой, так, я хочу именно концептуальный релиз, чтобы это была красивая история, вот. И оно как-то пошагово развивалось все, там я записал пару треков, тут один, потом большой промежуток мог там быть. Все по-разному и в конечном итоге вот получилось, что получилось, собственно. Это такая история, которая кому-то близка, кому-то еще нет, кому-то уже нет, возможно. Это такая штука, которая, ну, она больше чувственная, тут не нужно объяснять. Это классная любовная история, которая, например, кому-то может помочь в жизни, да, преодолеть какие-то трудности, связанные с отношениями. Кому-то она может, кто еще не прочувствовал, помочь подготовиться к будущему, да. То есть, например, кто-то еще из ребят, я не знаю, молодой, там, лет 12-13, он еще не испытывал таких крепких отношений, эмоций, чувств. Послушав этот релиз, у него будет понимание примерно, как себя вести, да. Например, в каких-то моментах, где ревность там, да, или, не дай бог, конечно, измена какая-то, или еще что-то. Человек знает потом, как это преодолеть. Он знает такие треки, как там, я не знаю, прощай, как это все взять, отпустить себя, высказаться там, я не знаю, ненавижу треки, когда высказать свой гнев. Короче, это одновременно и лекарство, одновременно и путеводитель, как действовать в жизни. Просто классное кино, грубо говоря, да. Кто-то вот просто, ну, не знает, что это такое в жизни, да. Такой пацаненок или девушка в очках, там, мучится на одни пятерки, и что-то вот не достает внимания мальчиков, девушек. И когда послушает этот релиз, погрузится в это, поймет, что, блин, жизнь-то, оказывается, вот, не крутится вокруг только получения знаний. Просто послушав это, примерить на себя, почувствовать и кайфануть с этого, просто кайфануть с прослушиванием, вот. Говорить-то даже нечего, это в основном эмоциональная такая вещь. Гань.